Что на сегодняшний день получилось? Остался в Будакая? Если брать Россию, то есть у нас фактически, но я уже сказал, что есть наша группа такого классического Будакая, как его видел Дюймин, как он его завещал. Есть группа Андрея Ануфлева, это Ульяновская. То есть они идут по заветам братьев Гардева, у них есть Киркушин Будакай, соответственно Киркушин, ну и по-видимому, я не знаю, конечно, точно, потому что я могу только по картинкам судить, и бразильской джиу-джитсу. Надо сказать, что они больше, конечно, тяготеют к технике ММА, ну то, что они как бы выкладывают в интернете, потому что я ни разу на них, на семинарах не был. Вот, ну есть коммерческий Будакай, это группа Федоришина с Бадюком, вот, они как бы выходцы из Андрея Кочергина, вот, там какая-то была поместь лжевого боя, то есть они ники у Кушиновцы, вот, плюс и Федоришин, и Бадюк, кто интересуется, может сходить на их сайт посмотреть. То есть они почетные были данные, а почетные данные, как известно, ни аттестовать, ни преподавать, не имеют права. А сейчас-то они, в общем-то, ведут занятия какие-то? Ну, они, якобы, Федоришин в Санкт-Петербурге ведет группу, но, опять же, я знаю, что он ведет группу прикладного карате, вот, он, правда, показывает различные свои звания там, я не знаю, правда это или неправда, доказательств до сих пор нет. Вот, я могу четко сказать, что у него был почетный, как у БДК, дан по Будакаю, вот, вот и все. Ну, почетный данный-то, в общем-то, ни о чем. То есть это человек, кто не имеет права преподавать, не имеет права проводить аттестации, это достаточно обратиться к любой школе. Я как-то вот попытался найти сейчас примеры каких-то семинаров или тренировок Сергея Бадюка, не нашел. То есть такое впечатление, что он как-то вот отошел от этого всего картийского мира. Больше сейчас, ну, общественная персона. Ну, как бы, почему бы и нет, то есть было время, когда он этим занимался. То есть, сначала он занимался с Кочергиным, ему все это нравилось, потом он занимался с Брюмингом, тоже там пытался. Ну, он Федоришина называет своим учеником. Кто? Бадюк. Секунду, я, конечно, не знаю, но, в принципе, то есть... Учителем, пардон. А, вот, я хотел сказать, что, то есть, в принципе, то, что я читал раньше, то есть Бадюк говорил, что Федоришин его учитель. Вот, как бы, в таком плане. А кто учитель Федоришина тогда? Ну, кто учитель Федоришина, это тайна. Потому что, как бы, Украина, скажем, на Украине до 90-х годов Киркушина не было. Потому что известная ситуация, когда в СССР приехал Раяма и привез сборную Украины, то на Украине не нашлось ни одного бойца, кто бы мог просто покументировать. Как угодно. Вот. Собрали выходцев от Танюшкина. Они достаточно хорошо покументировали с японцами. Ну, по тем временам, со сборной Японии. Вот. Ну, их выдавали за украинцев. Поэтому, как бы, Киркушина, как бы, на Украине особо не развит. В принципе, в те времена СССР было известно, что Киркушин на Украине преподается в двух центрах. Это Севастополь, вот, Евгений Поданев и Николаев. Город Николаев. Забыл человека уже. Ну, вот, как бы, всего двое. Вот. Ну, потом различные там интриги. И, как бы, этих ребят как раз отодвинули. Вот. И поэтому, чем занимался Федоришем, ну, сказать трудно. То есть, как бы, он говорит, что он там занимался какой-то рукопашкой. Ну, и сейчас занимается. Понятно, да. Ну, как бы, я вообще, как бы, не знаю. Потому что рукопашка и Будакай, они как-то очень слабо связаны. Вот. Как сказал Черносвитов, для армейского рукопашки как-то сложно, а для спортивного стиля как-то просто. Ну, может быть. Как-то так это выразился. Вот. А потом как-то, вот, развитие Будака и ножевой бой, ну, нигде в мире этого не было. Вот. У нас как-то пытаются связать почему-то Будака и ножевой бой. Ну, это две вот разные вещи. Как бы, абсолютно. То есть, я понимаю, что как-то Будакай можно связать с греко-римской, с войной борьбой. А, так вопрос, да. Если представим себе, что вот, ну, может быть, не успел, может устно сказал, вот, московским товарищам, ну, вот, питерским, да. Вот, можете, там, тренировать, там, может, какие-то там, дано давать, там, какую-то квалификацию. А где их кихон, посмотреть можно, вот, не смысл. То есть, где квалификационные требования для получения каких-то поясов? Секунду, Кихона, у них А. Нет, это раз. Вот. Ситуация у Брюминга тоже была очень острая ситуация. Потому что, когда у него был представитель Ашихара карате, то есть, шведский, господи, кто у нас там, шведский? Дэвид Кук. Вот. Вся техника, ну, в начале Брюминг своего пути в Будакай, он был с Дэвидом Куком, она была завязана на Ашихару. И, соответственно, требования экзаменационные были Ашихаровские, европейской Ашихары. После того, как Брюминг с Дэвидом Куком рассорился, то есть, оказалось, что программы нет. Нет программы аттестации, нет программы экзаменов и прочее, прочее, прочее. Вот. Тогда в Европе, опять же, Брюминг с ним разругался. То есть, был такой преподаватель в Германии Элшовер. Он дзюдоист, как и Брюминг. То есть, он как бы пошел по линии насыщения Будакая, то есть, как вида карате, то есть, приемами и дзюдо. Вот. Брюминг по этому поводу очень возмущался. Ну, по крайней мере, когда мы с ним общались, я говорил, что это неправильно. Хотя, сам потом стал на этот же путь. И он на этом пути и стоял. Он всегда на семинаре давал очень много борьбы в партии. То есть, причем он мне это не скрывал, он говорил, что это приемы из дзюдо. Вот. Поэтому, московские товарищи, они выходцы, соответственно, от Кочергина. Кочергин там раньше занимался каким-то бесконтактным карате. Поэтому, у них как бы должен произойти слом мозга. То есть, как соединить контактное карате Килкушин, которое стояло за брюмингом, и бесконтактное Кочергина. Вот. Ну, и так как они достаточно много бегали с деревянными ножами, то есть, они решили, что это как бы здорово, шикарно. То есть, если как бы выкинуть технику брюминга, фактически технику карате, и в основном, то есть, акцент на деревянный нож. Ну, мне как бы деревянный нож вообще кажется, что это такая дурь, в принципе. Ну, как бы, господи. Но, с другой стороны, почему бы нет? Ну, я я хочу, я хочу сказать. Продолжение следует...